РАДИО СВОБОДА 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 Поверх барьеров пятница. Я не знаю, как писал Детховен в седьмую симфонию, в особенности во вторую часть. Мне всегда представляется, он идёт по широкому лугу, и вдруг его озаряет, он весь затрепетал, пошёл в другую сторону, и пакает, а стучит трость. Муки творчества. Тема пятничного выпуска «Поверх барьеров». В раю человек имел непосредственную возможность богообщения. Когда потерял этот рай, потерял зрение красоты, он её всегда искал, он пытался её выразить, он всегда к этому стремился, ибо человек тот, который устремляется ввысь. Подробнее о муках творчества в пятницу в девять вечера и в субботу в час ночи и в девять утра, сразу после новостей. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Муки творчества». Ирина Колесникова «Поверх барьеров» Ирина Колесникова «Поверх барьеров» Для меня с детства один из любимых образов – это момент создания Буратино, как папа Карло делает Буратино. Инна Лисовая, писатель и художник. Это схема творческого процесса. Толстой был творец, конечно, и вот он приходит с этим поленом и начинает резать его. Получается длинный-длинный нос. Он хочет укоротить нос, а полена говорит «Нет-нет, пожалуйста, не трогайте, мне нужен длинный нос, а рот, пожалуйста, до ушей». Наверное, папа Карло хотел создать что-то очень красивое. А полена стала ему диктовать «Нет, она хочет длинный нос, она хочет рот до ушей». И оказывается, что так и надо. Идти от материала. Даже тут полена – это не материал был. Это была идея. Помните, куклы его сразу узнали. То есть была где-то идея Буратино, витала. И вот этот материал, в который заключена идея, был дан папе Карло. Он не может сделать над ней насилие. Он настоящий творец, он чувствует, что ему говорит материал. И, кстати, один литературовец спросил у меня как-то, вот вы знаете, у вас такие правдивые вещи. Читаешь и чувствуется, что вот это сама жизнь. Но я же понимаю, что тут многое вымышлено. Вот как можно отличить у вас, где вымышлено, а где почерпнутое из жизни. Я говорю, там, где вам кажется, что нереально, что такого не может быть, это из жизни. А там, где кажется, ну вот это точно уже как в жизни, там вымысел. Вот вымысел как бы не имеет права позволить себе какую-то чрезмерную дерзость, несуразность. А в жизни вот выпрыгнула я как-то из-под грузовика. Попала практически под машину и прыгнула спиной, чего я совсем не могу сделать. Я просто хотела упасть на спину, и чтобы у меня только ноги переехало. Я иногда думала, что как бы я какой-то щуп, через который вот какая-то вот высшая сила пробует нечто. Я должна что-то освоить, какие-то законы этой жизни. Или я кому-то даю понять, это нам тяжело, это нам легче. Вот так с нами не следует поступать. Кто-то расспрашивает меня о людях, и я ему рассказываю о людях. Это какое-то участие в общем творческом движении. Вот возможно, что благодаря тому, что в разных местах мира сотни людей сидят и что-то пишут, пишут. Вот воздух движется вот тут вокруг нас над шоссе, чуть-чуть иначе. Гудит такое. Иван Бунин говорил о двойном зрении Льва Толстого. А вот слова самого Толстого, точнее его пересказ из Экклезиаста. «Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя». Отец Владимир, а как богословы объясняют, толкуют сотворение мира, главное творчество? Творчество в самом высоком смысле этого слова. В принципе, более чудесным является творение все-таки человек, наиболее чудесным. Хотя нельзя так, конечно, сравнивать, что более велико дело Божье, оно неизмеримо. Протеерей Владимир Савельев, настоятель храма святого апостола Андрея Первозваного, преподаватель Киевской духовной академии. Творение мира — это есть как бы фундамент христианской метафизики, потому что мир не имел существования. Сам Бог — это сущий, то есть всегда имеющий бытие. И тайну эту выместить, конечно, сложно. Тайну появления всего из ничего, то есть приведение всего из небытия в бытие. Мир как бы висит над бездной небытия, десницей Божьей удерживается. Но это, конечно, антропоморфист десницы. Он может себе как-то представить и приблизиться к этой тайне. Учёные говорят о происхождении мира из абсолютного вакуума, например. Это абсолютное ничто. Астрофизика приходит к таким идеям, но она не говорит о причине мира, потому что за гранями познания лежит. Причина — это Бог, Он есть первопричина всего. Здесь ставится грань между божественным бытием и сотворённым. Между этими двумя видами бытия, тварным и нетварным, божественным и сотворённым, сотворённое бытие — это и человек, и ангелы, и вообще все существа, лежит онтологическая бездна. Она преодолевается, но только через божественную человеческую любовь. Но никогда человек не растворится в сущности Божьей. Человек не растворяется. Он остаётся всегда Личностью, приобретая величайшие дары, божественное, приобщаясь к самой его жизни. Он получает обожжение, получает дары неизреченные, ведение, знание, блаженство, созерцание Бога, ощущение Его, осознание, что Бог рядом. Но не проникает туда, в эти глубины бытия Божьего, потому что между природой божественной, несотворённой, вечной, и сотворённой лежит вот эта бездна. Процесс творчества, процесс этого брожения начинается с очень раннего возраста. И, может быть, самые тяжёлые муки творчества я испытывала в довольно раннем детстве. Инна Лисовая. Понимаете, в тебе что-то стоит, в тебе что-то поднимается, в тебя что-то душит. Тёмный лес, я иду по лесу, почему-то я мужчина, и среди леса этого стоит скала, а на скале сидит орёк. Я была страшно обижена тогда, меня наказали незаслуженно. И я хотела покончить самоубийством и перед этим написать стихотворение. Вот я шёл по лесу в тихий вечер, вдруг вижу на скале орла. И дальше я ничего не смогла написать. Но я так хотела, я так старалась, я так мучилась, что запомнила это на всю жизнь. Второе такое было стихотворение уже чуть позже, уже я была школьницей, наверное, где-то во втором классе. Снова что-то стояло, какая-то трагедия. Я не могла понять, что это за трагедия. И вот из неё прорывались какие-то слова. И я запомнила одну фразу, которую я повторяла прямо в слезах. «Довольно, князь кричит? Довольно! Тебя мне слушать больно, больно!» Ну, понимаете, это всё сейчас рассказывать смешно. А муки были очень тяжкие. Это проникновение в какую-то реальность, которая как бы несколько отгорожена от меня. А то сейчас мне в эту реальность очень легко проникнуть. Это всё уже зрелое владение какими-то вещами. А когда ты ребёнок, и вот это что-то стоит, выплёскивается, или что-то в жизни требует твоего отзыва. Я всё время бралась писать какие-то тяжкие истории. Где-то мне 14 лет было, я написала рассказ о пианисте, которому руки оторвало. Я ничего такого не знала. Что-то проникает в сознание ребёнка из какого-то пространства творчества. И вот это самые тяжёлые времена, когда ребёнок, не владея нисколько мастерством, тем не менее распираем очень мощным творческим импульсом. Потом становишься старше немножко. Замыслы всё время какие-то грандиозные. Всё время тебе кажется, что ты можешь нечто сделать, что сразу всем откроют глаза на то, что все хорошие, все должны жить в мире. Скажешь слово, и все люди поймут, что, боже мой, давайте с сегодняшнего дня все станем хорошими. Понимаете, какая это нагрузка? Как это тяжело. Меня никто не поощрял ни на что. Мне никто не показал картину, не дал в руки карандаш. Дядя говорил, ты творец по способу творчества. То, что называют вдохновением. Вот я подхожу к окну, стоит женщина, поливает цветы. И почему-то меня от этого зрелища вот буквально начинает качать, как тогда меня качало от музыки Чайковского. Что, что, что с этим надо сделать? Я перешла на прозу. Снова вот эти трагические истории, как жена вора и жена нищего завидуют друг другу. Ну, в общем, откуда? Такие мраки. Я очень не по-детски видела изнанку жизни. Я видела, что происходит у нас в семье. И видела другие семьи. Как они выходят, красиво одеты, такие благополучные, благопристойные на улицу. Так мягко раскланиваются эти киевские мягкие улыбки. Потом приходят домой, на завтра нечего готовить. Там белье рваной, его надо зашить. То есть иногда у меня просто от этого зашитого белья слезы были человеку. Вот он стоит нарядный, красивый. А я откуда-то знаю, как он встает из постели, как он идет в туалет, как он толкает дверь не туда. Вот этот вот, если все будут бежать и кричать, такие-сякие убейте их, он побежит за всеми. А этот не побежит за всеми. И меня вот это лидение провоцировало на вещи, которые я совершенно не могла объять. У нас мимо дома ходил мужчина, какой-то дальний родственник наших соседей. Он там кивал соседке, когда она была в окне, у него был один глаз завязан. Я считала, что это Герман. Почему Герман? Из пиковой дамы. А старуха, которая у нас за шкафом жила у соседей, я считала, что это пиковая дама и есть, раз они родственники. Понимаете, и вот все путалось, то, что я вечно радио слушала, ночами играла радио. И этот детский процесс в чистом виде, творчество без мастерства, потому что есть муки творчества, а есть муки мастерства. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества». Всегда писать, если писать, так сказать, по-настоящему, то это всегда трудно. Как тогда, так и теперь, и, наверное, будет дальше. Игорь Мамушев, поэт и пианист. То есть должна же быть искра какая-то, трение какое-то должно быть. Трение, оно всегда тяжело, а трение в душе происходит. Но это рождение нового. Даже если это старое колесо, изобретённое, оно же тобой изобретено. Это вообще всё объяснить нельзя, потому что это всё таинственно. Ты не знаешь, почему я в армии в ленкомнате писал в 2 часа ночи, когда казарма спала, не досыпал. Потому что мне нужно было это. Вот это есть то, что высекает искру. Вот когда есть желание и нет возможности, то человек побеждает. Потому что желание всегда больше возможностей. И вот это самый большой труд. Труд заключается именно в победе чувства мысли, одно слово, над материалом. Или когда сам материал выражает нечто, что ты хотел сказать. Потому что поэзия, я не могу сказать даже что-то. Это вообще нечто. Раньше поэзия считалась чем-то божественным. Хотя ещё раньше поэтов изгоняли вообще, так сказать, из государства. Платона вспомнили, да? Чтобы и духу не было. Поэтов ненавидели. Я думаю, что даже подсознательно. Ненависть к противоположному. Ненависть массы к индивидуальности. Кто-то хорошо сказал из великих, что если ваш сын захотел быть поэтом, лупите его, чтоб не занимался стихотворством. Или лупите до такой степени, чтоб стал великим поэтом. Вот это как бы уничтожение жизни у человека, вот это есть. Мне кажется, горнила, из которого появляется поэт. Стихия — это мужество колоссальное. Интересно заниматься тем, что таинственно. Вот этот мир, ты же познаешь себя прежде всего. Вот в поэзии не должно быть инерции. То есть нужно идти на труд, на преодоление. Протоиерей Владимир Савельев. Ужий дар свобода — это величайший дар. Он самый желанный и самый опасный с одной стороны дар. Свобода — это есть возможность начинать, в метафизическом смысле слова, любое свое состояние, любое свое действие, исходя из самого себя. Конечно, если человек от чего-то зависим, это влияет на выбор человека. Но в конце концов, человек может сказать, нет, я этого не хочу. Даже уйти из жизни может, то есть лишить себя жизни. То есть он имеет такой величайший дар. Поэтому подлинная свобода — это свобода от греха. Это есть настоящая свобода. И вопрос ставится так. Зачем Господь творил человека, если он, будучи всеведущим, знал, что он употребляет во зло свою волю и сотворит такое нечестье, откажется от Творца, начнутся войны, убийства и тому подобное и так далее. И здесь парадокс. Для нас может быть непонятно. Бог знает о том, что человек падет, но делает его свободным. В этом все и дело. Если Бог не творит человека свободным, то это уже не личность, это уже неразумное существо. Ибо понятие разума предполагает и понятие свободы. Владимир Николаевич Лоский-Богослов говорит, что Бог как бы шел на риск, создавая человека свободным. Конечно, нельзя понимать это буквально, потому что все слова, которые мы употребляем в отношении к Богу, нужно понимать Бога прилично. Если мы говорим Бог гневается, то нельзя понимать, что гнев его как гнев человеческий, что он имеет какие-то страсти. Если мы говорим Бог наказывает, нельзя понимать это как наказание в нашем бытии земном. Все это нужно понимать Бога прилично. Даже не слова важны в поэзии. В поэзии важна какая-то вибрация, излучение от неё, заряженное. Вот когда стихотворение, чем оно заряжено? Много хороших стихов, но они не заряжены, не заряжены стихи, потому что они состроены, как кубик-рубик, очень остроумно, где-то рифма, где-то мысль, ну, цитатами прямо, ну, хоть на транспарант пиши. А заряд идёт только от какого-то молитвенного состояния у человека, потому что стихи должны быть вымолены. Игорь, что происходит с тобой лично, вот когда через тебя, сквозь тебя проходит этот заряд? Поднимается температура, я не знаю, бессонница? Есенин, допустим, говорил, что это до пота он пишет, а кто-то говорит, что это как шифонеры таскать. То есть это ощущение, ну, вот Пушкин говорил, что это состояние, хорошее слово, тревоги, беспокойства перед тем, как пишется. Это есть ощущение, которое, ну, как, ну, вот это есть похоже, беспокойство какое-то, тревога, ну, как будто ты не в своей тарелке. И вот когда ты начинаешь писать, то ты постепенно в этой тарелке начинаешь что-ли умещаться. И потом, главное, у каждого свой приём, свой способ. У меня главное выжидать. Выжидать — это как охотник, зверь выйдет. Вот так строчка, она как зверь, она выйдет. Вот выжидание — это тоже трудно. Ну, действительно мучаешься, когда что-то не можешь высказать, когда не даётся фраза, когда не строится книга, когда не строится картина. Рассказывали о Леонардо, что он приходил к Тайной вечере, днями не приходил, потом пришёл, сделал четыре мазка и ушёл. Вот я так понимаю, что он хорошо знал вот эти моменты, когда пошла через него какая-то энергия, когда пошёл вот этот дар. Инна, до вас никто ещё из писателей так глубоко не проникал в сознание зародыша. Эта повесть имела под собой реальную историю. Инна Лисовая. Моя приятельница работала в Красном Кресте, пришла помогать одной старушке. И старушка рассказала ей историю своей жизни. История трагическая, в грубых чертах, она как бы и изложена. Родилась девочка, после того, как умерли её родители, она их не знала. Да. Старуха рассказала мне ещё меньше. Но вот этот её голос, вот как она говорила со мной, очень нехотя, немножко недовольным голосом, этот голос всю эту анкету немножко взъерошил. Понимаете, что было до её рождения, она не знает. Она знала только, что отец был богатый, а мать пела в хоре. И что они жили в Италии. И она очень гордилась тем, что зачата была в Италии. Она даже родилась в Киеве. И эта история стала расти, вот как цветок. Однажды я посадила, думала, что посадила семечко петунья. У меня вырос мак. Вот у меня из этой петуньи стал расти мак. Причём росли, не соприкасаясь, две реальности. Одна реальность, которую там что-то я знала из её рассказа. Там война, после войны. И то, что было до её рождения. Причём чуть ли не реальнее мне виделось то, что было до её рождения. А написать я при этом ничего не могла. Не могу назвать это словом «представляла». Что-то существует, тебе надо только чуть голову в ту сторону повернуть. Она всё время движется возле тебя. Причём, знаете, субъективно, где-то вот здесь вот, внизу справа. Я вижу сидящую в кафе женщину, одетую. Но я вообще автор честный. Я потом беру учебник по истории костюма и проверяю, правильно ли одет этот человек. Если есть какой-то ляп, я его уберу. Но ляпа не было. И вот эти вот две реальности, там что-то происходит, нарастает, обрастает вещами, обрастает отношениями. Почему-то идёт мальчик и срывает веточку. Почему срывает? Я не знаю. Но я уже, имея опыт творчества, знаю, это мне зачем-то нужно. Я думала, что это будет рассказик. Но он не давался. Не скажу, что это были муки творчества. Я бы сказала так. Это было лёгкое раздражение. То есть я себе занималась своими делами другими. И между тем, всё время как бы возвращалась к мысли об этом рассказе. И я стала понимать, что у меня нет отправной точки. Что у меня ничто не объединяет эти реальности. Что нельзя написать, вот были родители, а потом вот они умерли. А потом идёт жизнь их детей без них. И потом, я помню, вот там вот возле вазона я пошла поливать цветы. И поставила кружку, и у меня стукнуло что-то. И мне почему-то привиделось жемчужное ожерелье, протянутое по столу. И вдруг я увидела точку, из которой видны обе эти истории. Зародыш, которым была когда-то эта Дора Яковлевна, я, кстати, даже имя сохранила. Вот эта точка, из которой нормально видны обе эти реальности. После этого я села это писать. Я поняла, и оно сдвинулось само по себе. А то, что простучало ожерелье жемчужное, оно так ещё раз постучало, ещё раз. Потом как-то от этого ожерелья застучал поезд. И вот завязалась эта композиция. Стучит ожерелье вот в той жизни пропавшее. А в этой жизни едет поезд с детдомовскими детьми. И мелькают окошки. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества». Мы продолжим после новостей. Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей. Сибирь-реалия – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живёт большая часть России. Сибирь-реалия развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни. Каждый день – новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org. Кто из политиков сделает вас богаче? Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше не за кого. Ну и Жириновский. Ну я надеюсь на себя, прежде всего. Всё отнимут. Только сам себе сделаешь богаче. Убеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников. Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет. Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, своё собственное благосостояние. Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало. Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя. Радио Свобода. Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Муки творчества. Понимаете, вот если говорить уже о муках творчества в связи с живописью, то у меня муки творчества очень прозаические. Тут уже речь идёт не о духовности, не о каком-то преодолении каких-то чрезвычайных задач. А тут муки просто физиологические. Инна Лисовая. Художник и писатель. Из-за того, что я плохо вижу, сам процесс тяжёл с начала до конца. И я даже думала, что, может быть, здоровее для меня было бы отказаться всё-таки от живописи. У меня есть проза, стихи. Но, понимаете, это значит признать себя полностью слепой, как бы уже не художником. И остаться без картины, которую я сейчас пишу, мне очень страшно. Вот как бы поставить на себе какой-то крест. И я не могу на это решиться. А муки творчества — это когда тебе чего-то в этом не хватает. В духе этой картины, во взгляде тебе хочется какого-то движения или какой-то отрады. И вот именно на той грани, когда я добилась какого-то мастерства, вот тут я стала терять зрение. И вот пошла вот эта мука. Ты не можешь ухватить картину. Ты под ней бегаешь, как собачка. То носом в неё уткнёшься, то надо уйти где-то на 5-6 метров, чтобы увидеть её хотя бы в общем, целиком. Значит, ушёл далеко, посмотрел. А, у меня тут левый глаз слишком близко к носу посажен. Вернулся, уже потерял, насколько его нужно передвинуть. Ты его передвинул немножко, снова отошёл. Оказывается, ты его передвинул сильнее, чем надо, и почему-то ниже, чем надо. И ты возвращаешься снова к этому глазу. Я бы могла писать очень эффектные какие-то вещи, даже вслепую. И, может быть, они были бы гораздо эффектнее, интереснее. Но я не хочу фокуса. Я хочу преодоления. Это достаточно распространённая вещь, художник, теряющий зрение. Многие плохо видели. Дега, Демье почти слепым писал вот эти свои картины известные, последние. И не помню кто-то, боюсь соврать, писал, рука уже была парализованная, приходилось как бы подвязывать петлю к потолку и вешать руку на эту петлю. Очень много разных неприятных случаев. Люди, которые не могут стоять за мольбертом. А стояние за мольбертом – это, конечно, нездоровый образ жизни. Глаза сдают, ноги сдают, спина сдают. Я писала очень легкомысленно. И меня как бы болезнь заставила думать, обдумывать. И очень тщательно писать картины про себя. И, вы знаете, это прибавило очень хорошую, даже не мучительную стадию работы, а наоборот самую счастливую. Замысел картины. «Муки творчества» подготовила передачу Ирина Колесникова. Эфир 29 августа 2003 года. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Муки творчества». Субтитры создавал DimaTorzok С прозаиком и художником Инной Лисовой разговаривает Ирина Колесникова. Ирина, а до какого момента вы наблюдаете жизнь своих персонажей? Вот повесть, которую вы прочли только что, ну вот «Золото хаэмшай». Я могу, не закрывая глаз, просто вот пойти на корабль, плывёт Васенька на корабле, Васенька идёт, Васенькина походка, Васенька подходит к поручню. Вот я говорю с вами, Васенька спускается вниз. Понимаете, я уже запустила какой-то механизм. Я его остановлю. Иногда его очень трудно восстановить. Вот это одна из мук творчества. Когда ты запускаешь вот этот творческий механизм, он начинает работать. Иногда это как бы выходит из-под твоего контроля. Ты хочешь остановить нечто, а оно продолжает в тебе двигаться. Это особенно тяжело ночью. Оно, кстати, и не очень продуктивно, вот эти ночные видения. Ты не можешь спать, твои герои куда-то идут. В особенности это с живописью тяжело. Из поэзии тоже. Начинают тебя мучить эти нагромождения идей. А можно ещё сделать то, а можно ещё сделать то. И, вы знаете, вообще-то можно человека довести до безумия. Я думаю, что многие психические отклонения, вот этот вот чрезмерный творческий посыл, вот он и делает. В какой-то момент нужно остановиться и дать чему-то, я не знаю, чему мозгу ли, или чему-то, что за мозгом, выше мозга стоит, отдохнуть. Как бы вернуться в себя, выйти из той реальности, просто прийти в себя. Но у меня, конечно, условия льготные, скажем так. Ведь если бы я зависела от заказа, когда творчество связано с заказом, со сроком, с деньгами, вот у меня бы тогда начались жестокие муки творчества или, скажем, мастерства. Ну, это такая быль была, когда Пётр Ильич Шайковский и Игорь Эммануилович Грабрь были приглашены в Москве на какую-то чашку чая. Профессор Сергей Павлович Подервянский, народный художник Украины. Было далеко за полночь, когда нужно было поблагодарить хозяев. И когда они вышли, падал снег, но конка, это был такой способ передвижения, пара лошадей, которые тащили по рельсам в вагон, уже не ходило. И они вынуждены были идти пешком. Извозчика тоже не было. И тогда Грабрь стал плакать, как говорят, в жилетку Петру Ильичу, что как трудно жить, вот приходится творчество кормить, вынужден делать этикетки на папиросные коробки, то есть работать по заказу. А Шайковский молчал. Тот услышал по заказу, говорит, милый друг, вы говорите по заказу, можно и по заказу. Я вот недавно закончил пиковую даму по заказу. Ну, Грабрь растерялся, конечно. Так что вот нельзя на заказные работы относиться как к халтуре. То, что часто у нас бывало. Вы знаете, очень тяжело создание дерева книги. Книга, она растет, но все-таки надо формировать этот ствол. И это как бы мало ценится. Как это трудно возвести стены и поднять стропила. Это очень тяжелый процесс, и на этом процессе чаще всего вещи, которые как бы им не суждено быть, вот там они и валятся. Однажды я списала где-то семь общих тетрадей. И когда я уже последнюю фразу писала, я поняла, как это надо было писать. И мне пришлось это все сначала до конца переписывать. Вот был найден другой вариант композиции, другой взгляд. И пошли нужные слова, пошли нужные фразы, которые дают ощущить запах, вкус, отношения, погоду. Вот когда во фразе вроде ни слова не написано о погоде, идет человек просто, а ты чувствуешь, что погода плохая, что скоро дождь. Вот это хорошая литература. И, конечно, сколько бы тебе не давалось как бы даром, но тяжкий труд заключается в том, чтобы убрать лишнее. Я помню, у меня с одной повестью было. Там я ввела одну героиню, как всегда у меня комические героини. Жалко было сокращать ее. А редактор мне правильно сказал, почему так много внимания такому проходному лицу. А потому что о ней писалось шикарно. Вот я сидела с болью в сердце, резала, резала эти монологи, эти сцены. А мне тогда помогал секретарь, мальчик такой, Андрюша. И он в конце концов так всплеснул руками, бросил клавиатуру, говорит, «Боже мой, Инна Больфовна, да что ж мы делаем?» Профессор Сергей Павлович Подервянский. Преподаватель кафедры рисунка и живописи Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Курс был сложный. Эти студенты уверовали в свою гениальность. Ходили с гонором. Для них никаких тайн не было. Музеев они мало посещали. Ну, такие, как называют, зазнайки. И вот у них по программе была обнаженная женская модель. Модель была уже не молодой, но стройная. Красиво сложена. И что было замечательно? Она никогда не загорала. Поэтому тело было белое. А это очень сложно. Вот у Ренуара есть светлые фигуры. И это тайна его, осталась тайна, какими он средствами писал. И вот один из студентов, он был вьетнамец. Шли бои там. Это был 67-68 годы. Звали его Ли Лам. Очаровательный парень был. Небольшого роста, улыбчивый. Очень воспитанный, тактичный. И осталось до конца задания 2-3 дня. Ну, и как принято у студентов называть это, он запорол вещь. То есть уже вытянуть ее, проявив какие-то достоинства, живописи, нужно было новую вещь начинать. Это у них задача была акварелью писать. Я проникся к нему. Не то что жалость была, мне хотелось помочь ему. Я посмотрел на качество бумаги. Это был ватман. А эта бумага позволяет смывать то, что сделано. И она оставляет за собой свойства хорошо цвет держать. Я тогда обращаюсь к нему. Ли Лам, вот эту воду в литровой банке смените. Потому что это муть, которая потом перейдет в ваше произведение. Он очень взволнованно пошел и сменил эту воду. Я взял, лежала губка греческая. Очень красивая вещь для работы акварелью. Никакие синтетические губки, ни вата. Они размазывают, а она впитывает, эта губка. И когда я ему смыл всю работу, он стоял под градом у него на лице был. Студенты, которые вначале шушухались, такие были смешочки, что вот за пароль, значит, они на этом фоне будут выглядеть лучше. Меня это возмутило, но я промолчал. И когда я смыл, вдруг тишина стала. А что же дальше будет? Но осталась форма. И тогда я двумя красками. Хобальт синий в акварели и сено натуральное. Холодное и теплое. А вся живопись строится на борьбе холодных и теплых. И я стал точками. Этот прием называется пуантелизм. Вводить в сырую поверхность этой бумаги точки голубые и золотистые. Постепенно работа высыхая, начинает приобретать цвет тела. А затем для того, чтобы вернуть цвет форме, я густо, то, что многие считают это недопустимым, взял какую-то травяную акварельную краску. И сверху донизу драпировка за ней была. Темно-зеленая, шелковая. Протер. И все тело засветилось. И белизна ее появилась, когда я окружил ее темным. Она красила волосы хной. Так я взял красную краску, краплак. И сиеной жены, тоже красной, покрыл волосы. Тишина установилась. Я только слышал с сапеля носами. А внизу был кусочек черного бархата и лежала белая драпировка. И я ткнул туда. Немножко белил или даже, кажется, бритвой соскоблил, возобновляя цвет бумаги. Ну, в общем, для того, чтобы не читать целую лекцию, он получил пятерку с отличием. Эта работа была выставлена. Но интересно то, что я ничего нового не сказал. Потому что я видел, как мой учитель это делал с некоторыми работами. Интересно, что летнюю практику он уехал к себе на родину. И привез оттуда, ну, наверное, полсотни этюдов. Ну, такого чуда я не мог. Просто трудно было поверить. Беспомощность вчерашняя заменилась в профессиональные совершенно вещи. У него были прекрасные этюды с участием людей в этих соломенных шляпах. Они работали в поле, черные буйволы там шли. И целый ряд пейзажей толпами ходили и смотрели эти работы. Значит, в какой-то мере вот эта работа, которую я ему вытянул, она стала толчком для восстановления его скрытых возможностей. Он был художником, но робкий, и он не совсем понимал возможности аквареллера. И я ему открыл глаза. КОНЕЦ Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества». Ирины Колесниковой «Муки творчества» Нина, Вы пишете картины, при том, что у Вас зрение 2 градуса, как утверждают медики, а для художника это практически отсутствие зрения. Понимаете, вот если говорить уже о «Муках творчества» в связи с живописью, то у меня «Муки творчества» очень прозаические. Тут уже речь идёт не о духовности, не о каком-то преодолении каких-то чрезвычайных задач. А тут «Муки» просто физиологические. Инна Лисовая, художник и писатель. Из-за того, что я плохо вижу, сам процесс тяжёл с начала до конца. И я даже думала, что, может быть, здоровее для меня было бы отказаться всё-таки от живописи. У меня есть проза, стихи. Но, понимаете, это значит признать себя полностью слепой, как бы уже не художником. И остаться без картины, которую я сейчас пишу, мне очень страшно. Вот как бы поставить на себе какой-то крест. И я не могу на это решиться. А «Муки творчества» — это когда тебе чего-то в этом не хватает, в духе этой картины, во взгляде. Тебе хочется какого-то движения или какой-то отрады. И вот именно на той грани, когда я добилась какого-то мастерства, вот тут я стала терять зрение. И вот пошла вот эта «Мука». Ты не можешь ухватить картину, ты под ней бегаешь, как собачка, то носом в неё уткнёшься, то надо уйти где-то на 5-6 метров, чтобы увидеть её хотя бы в общем, целиком. Значит, ушёл далеко, посмотрел. А, у меня тут левый глаз слишком близко к носу посажен. Вернулся, уже потерял, насколько его нужно передвинуть. Ты его передвинул немножко, снова отошёл. Оказывается, ты его передвинул сильнее, чем надо, и почему-то ниже, чем надо. И ты возвращаешься снова к этому глазу. Я бы могла писать очень эффектные какие-то вещи, даже вслепую. И, может быть, они были бы гораздо эффектнее, интереснее. Но я не хочу фокуса. Я хочу преодоления. Это достаточно распространённая вещь, художник, теряющий зрение. Многие плохо видели. Дега, Демье, почти слепым писал вот эти свои картины известные, последние. Не помню кто-то, боюсь соврать, писал, рука уже была парализованная, приходилось как бы подвязывать петлю к потолку и вешать руку на эту петлю. Очень много разных неприятных случаев. Люди, которые не могут стоять за мольбертом. А стояние за мольбертом, это, конечно, нездоровый образ жизни. Глаза сдают, ноги сдают, спина сдают. Я писала очень легкомысленно. И меня как бы болезнь заставила думать, обдумывать. И очень тщательно писать картины про себя. И, вы знаете, это прибавило очень хорошую, даже не мучительную стадию работы, а наоборот самую счастливую. Замысел картины. Когда возникает общий такой туманный замысел, а ты вынужден как бы внутри себя уже этот туманный замысел распределить. То есть просто расставить фигуры, сделать композицию, написать картину внутри себя, краски. И это очень счастливый период. Придумываешь картину за картиной. Я вообще столько картин пишу про себя сейчас. И такие интересные картины, интересные подходы. Мне это совершенно сейчас вывести в реальность уже не дано. Но у меня такое впечатление, что оно где-то все-таки не пропадает. Что оно где-то то ли складывается. Вот так продумано, что оно уже существует. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как писал Детховен седьмой симфонию, в особенности вот эту вторую часть знаменитую. Когда я услышала ее первый раз, я была совершенно ошеломлена. Мне всегда представляется почему-то картина. Он идет по широкому какому-то лугу, по холму. И вдруг его озаряет одновременно эта мелодия и гармония. Вот этот сдвиг странной гармонии, который так действует, что сразу вот горло перехватывает от этой гармонии. Что это произошло где-то на лугу внезапно. Я всегда счастлива за Детховена. Я представляю себе, что должен был ощущать человек, которого так озарило. Как он весь затрепетал. И повернулся, и пошел в другую сторону. И потом какой-то сделал угол. И эта трава его цепляет, и пакает, и стучит трость. И вот он идет, а у него эти гармонии, гармонии, гармонии. Это такая фантастика. Я так счастлива, когда я это слушаю. Я счастлива за него. Я проживаю с ним этот миг. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества». Бетховен, мне кажется, был слишком социально включенным человеком. Игорь Мамушев. Поэт и пианист. Вот эта третья симфония, которую он посвятил Наполеону, великому человеку, очевидно, как-то на небесах решили, что лучше ему не ввязываться в эти мировые перипетии. Мне кажется, это не его сфера переживаний. И произошла такая трагедия. Композитор был лишен слуха. А тем не менее, ну как всегда на свете, как говорят, нет худа без добра. То есть он был лишен насильно связи с миром. И погрузился. Он, по-моему, даже где-то и говорил о том, что теперь мне ничто не мешает. И написал совершенно аутоничные такие вещи. Последние квартеты. Просто гениально. Это уже не Бетховен, а какая-то другая новая музыка. Последние сонаты фортепианы. Так он еще пытался дирижировать, будучи глухим. Что вызывало, конечно, насмешки всякие. Потому что не в попад махал. Ну такой был человек Бетховен. Ну что же делать? Ну вы не забывайте, что человек – существо греховное. Живет во грехе. И нельзя жизнь человека отождествлять с его творчеством. Протеерей Владимир Савельев. Можно создать прекрасную картину. Но душа – это есть полотно, на котором нужно тоже нарисовать что-то. Есть такие стороны темной личности этих гениев, которые, знаете, туда укунешься и становится иногда страшно. Там попахивает адом иногда. Почему так происходит? Потому что люди творчества – это всегда люди, в которых напряжены силы духовные. Это разумные силы души, высшие способности души. Это всегда душа утонченная. Это всегда душа та, которая приближается к миру духовному, очень близко. А этот мир, он разнообразен. Есть мир божественный, еще мир ангельский и мир темных духов. Во-вторых, человек – существо, поскольку оно падшее, то любое возвышение человека, духовное движение, оно какое имеет большую опасность? Вот смотрите, человек подвигается по службе. И как он уже относится к тем, кто не живу? Это очень большой соблазн. Хочешь узнать, какой человек – да, ему власть. И это большой соблазн в творчестве есть. Когда человек чего-то достигает, он становится над другими людьми. Это самый большой соблазн. Противопоставить себя другим. А любовь, она не противопоставляет себя другим. Противопоставление – это и есть признак гордости человека. Вот я иногда с восторгом наблюдаю за работой своего мозга. Это какая-то поразительная машина. Пишешь стихи, вдруг тебе кто-то говорит, возьми какое-то слово, и ты говоришь это слово про себя. И к нему одна, вторая, третья, четвёртая, пятая рифмы. А они сыплются. Есть такая вещь – видимая лёгкость. То есть не должен чувствовать зритель, читатель, слушатель твоего тяжёлого труда, и не должен чувствовать скрежета этого. Я в поэзии терпеть больше всего не могу цыганчиной. Я люблю такую вот лёгкость осенних листьев летящих, неглубокой такой реки серенькой с камышовыми берегами, или неожиданно летящее с неба голубиное или лебединое перо, вот как у Тарковского. Это лёгкое, прозрачное и вечное. Вот вечное, но тоже лёгкое. Чтобы улететь в вечность, надо быть лёгким, сказал Анатолий Франц. Мне кажется, что Божкин был мудрец в свои 37 лет, и умирал он так, что священник, его исповедовавший перед смертью, вышел в слезах и сказал, что я хотел бы умирать так, как умирал этот человек. Он умирал очень мужественно. Это Жуковского нужно прочитать. Когда он боялся, чтобы Наталья не услыхала его стоны, попросил, чтобы закрыли двери, и Наталью не впускали, чтобы она не видела его страдания. Он очень, очевидно, был человеколюбивым. А человеколюбие заключается в том, чтобы не приносить кому-то боли, даже иногда за счёт своей. То есть, ну, всё трудно, и смерть трудна, и жизнь трудна. Звучит музыка. Ну, у Достоевского была фраза «Красота спасёт мир». Протеерей Владимир Савельев. Для христианина и для теолога, в частности, он всегда продолжит этот ряд. Красота, гармоничность, стройность, разумность. А это всё имена Божьи. Бог есть разум, Бог есть красота, Бог есть жизнь. Почему мы такими именами называем? Потому что он себя так проявил. Святые отцы говорят, что божественный ум — это есть превосходнейшая красота. Смотрите, мы можем созерцать красоту эту в чувственных образах, материальном. Но как прекрасна душа человека, созидающего, любящего, творящего. Хотя, может, внешне он безобразен. Эту красоту мы тоже можем ощущать уже не чувственными органами, а душою, духом человеческим. Также человек имеет способность созерцать ту первокрасоту, первообразную красоту, которой есть божественный ум творческий. Созерцать, конечно, не саму сущность, а то, как он проявляет себя по отношению к этому миру. И вот в этом смысле, что красота спасает мир, Бог спасает мир. И всегда падший человек стремился эту красоту обрести. Там, в раю, человек имел непосредственную возможность богообщения. Когда потерял этот рай, потерял зрение красоты, он её всегда искал. Пытался её выразить, эту красоту. Ибо человек тот, который устремляется ввысь. Анфропос, трепо, обращаю ввысь. Чело, смотрящее в вечность. Вот каким создан человек. Небесное растение. Земной и небесный. Человеку можно уподобить лучу, который имеет начало, но устремляется в бесконечность, вверх, к Богу. Почему ничего конечного человека не удовлетворяет? Почему, создав одно, он стремится ещё что-то выразить? Потому что он таким создан. Стремится в бесконечное. Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества». В передаче звучала музыка из оперы «Пиковая дама» Чайковского, ораторий Гайдена «Сотворение мира» и «Седьмая симфония Бетховена». Режиссёр этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь «Радио «Свобода»» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио «Свобода»» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова